8,5 килограмм кукурузы, 1,5 килограмма ржи, фермент А, фермент Г и турбодрожжи Бест Виски. Дом Спир 2, обновленный куб, настоящая 3-дюймовая колонна в состав, в которой входит царго с медными тарелками, супермощный дефлегматор, кожухотрубный доохладитель на мини-клампах, скорость отбора 2 литра в час. Посмотрите, сколько великолепных напитков я уже приготовил на этом самогонном аппарате. Даже профессионалы будут завидовать новичку, который купил Дом Спирт 2. Приветствую вас, брать-самогонщики, вы на канале Самогон от Чигевары. В моем телеграм-канале Самогон от Чигевары все видео без рекламы, так что присоединяйтесь. Для начала давайте покажу вам, какое я буду использовать оборудование, ну а потом займемся подготовкой сырья и непосредственной постановкой браги. Оборудование я буду использовать из комплекта самогонного аппарата Дом Спирт 2. Это куб 37 литров, это вставка 20 литров, есть у меня также в кубе фальш-дно. Под фальш-дом у меня, видите, стоит барбатер, барбатер от мастерской Стельмастер. Дело в том, что вот эту емкость я буду использовать и как ферментер для сбраживания браги, и сразу же в этом кубе я буду брагу перегонять. То есть никакой промежуточной емкости для браги у меня не будет. Два в одном. Прежде всего нужно все оборудование тщательнейшим образом помыть и продезинфицировать. Есть сейчас на рынке много разных дезинфекторов, но мы можем использовать самые простые и доступные средства, которые у нас есть. Хозяйственное мыло и потом обработка 70% спирта. То есть спирт у нас есть, достаточно его только развести. И сейчас, прежде чем я буду заниматься зерном, подготовкой зерна, а его нужно будет перемолоть, я уже поставил греть воду. Вот в этом 50-литровом кубе, 40 литров воды, гидромодуль у меня будет 1 к 4. И нагреть мне воду нужно будет до кипения. Лично я использую вот такой дезинфектор, очень эффективный, удобно его распылять. В принципе, вы тоже можете развести спирт до 70% и налить вот в какой-то такой пулевизатор. Обрабатывайте поверхности. После того, как вы все обработали, смывать водой ничего не нужно. Иначе всю дезинфекцию вы, естественно, пустите под ноль. Можно единственное, что протереть нетканным чистым полотенцем остатки дезинфектора. Здесь, кстати, в инструкции так и сказано. Вот и все. На этом дезинфекция у нас заканчивается. И емкость можно будет закрыть. Температура затора 29,6. Пора вносить дрожжи. Производитель пишет в инструкции, что нужно взять 6,4 грамма на каждый литр сусла. То есть мне понадобятся вот эти три пачки дрожжей. Каждая по 100 грамм. Температурный коридор 23-32 градуса. И производитель обещает, что дрожжи сбродят сусла за 36 часов. Ну что ж, давайте посмотрим, правда ли все это или нет. Производитель пишет, что ничего разбраживать не нужно. Просто рассыпать дрожжи по поверхности и перемешать. С момента внесения дрожжей прошли уже сутки. Посмотрите, как активно работает гидрозатвор. Производитель обещал, что дрожжи сбродят сусла за 36 часов. Температура сейчас 31,6. Производитель дрожжей не обманул. Не прошло еще и двух суток, а гидрозатвор уже молчит. Я дам браге постоять еще одни сутки и после этого буду перегонять. Сегодня буду перегонять кукурузную брагу по красной схеме. И у меня не подгорит. Для начала давайте покажу вам, какое оборудование я буду использовать. Как вы уже, наверное, догадались, это самогонный аппарат Дом Спирт 2. Именно в Кубе с надставками я и ставил брагу. Плюс здесь еще стоит фольжно. Брагу я ставил три дня назад. Два дня примерно брага активно очень бродила. После двух суток всякое брожение прекратилось. Я дал браге еще постоять один день. Так как зерновую брагу нельзя очень долго держать. Она может все-таки скиснуть. И вот сегодня я решил заняться перегоном. Итак, конечно же, предварительно в Куб я вставил барбатер. Предварительно это в тот момент, когда я собирался еще вставить брагу. То есть я уже знал, что брагу я буду перегонять не на тенни, не на индукции, а с помощью вот этого парогенератора от мастерской Стилмастер. Итак, в Кубе у меня порядка 30 литров сусла. Занимает оно вот такой где-то объем. И еще две наставки по 20 литров, еще 40 литров запас. Почему нужен такой большой запас? Потому что в генераторе у меня стоит 6-киловаттный тен. Будет он испарять порядка 12 литров в час воды. Ну, немножечко поменьше. И поэтому вода, эта часть, конечно же, будет смешиваться со спиртом и вытекать в отбор. Ну, а часть воды, конечно, часть пара будет конденсироваться, остужаться. И, естественно, она будет придавать объем браги. То есть, когда я открою перегонный куб, то количество браги в Кубе у меня не уменьшится, а наоборот увеличится. Связано это с тем, как раз таки, вот, что генератор будет работать. И вот этот, как я уже вам сказал, пар будет остывать, превращаться в воду. Так, все по классической схеме. На Кубе шестиэтажная тарельчатая колонна. Тарелочки медные. Это и, естественно, брага зерновая. Хотя, медь я использую абсолютно для всех браг. Так, неважно, зерновая, ягодная, фруктовая, сахарная. Всегда я ставлю на Куб вот эту шестиэтажную тарельчатую колонну. Дальше трубный разворот. Холодильник демрота. Кожухотрубный доохладитель. И все это позволит очень эффективно превращать пар во флегму. Для отбора я приготовил вот такой 15-литровый кубик. Как пойдут первые капли, я вам это все покажу. Никаких голов я отбирать не буду. Отбор голов у меня будет при второй дробной перегонке. Он будет осуществляться очень качественно. И для этого я буду использовать тарельчатую колонну, дефлегматор. Но это все будет дальше. А пока что моя задача добыть из моей браги весь спирцирец и по максимуму. Такая бодренькая струйка у меня побежала. Температура 90 градусов. И прошло у меня с момента включения парогенератора 55 минут. На тене, конечно, все разогревается быстрее. Но вот в данном случае при перегонке густой браги тен применить мы, конечно же, не можем. Замерил скорость отбора 155 миллилитров. За минуту в час это выходит 9 литров 300 миллилитров. Неплохая скорость. Вот такой барботаж идет на верхней и на нижней тарелке. То есть на двух тарелочках укрепление. Перегон у меня закончен. Давайте покажу вам результаты. Получилось у меня порядка 17 литров спирта сырца. Не знаю, видно вам будет на камеру или нет. Вот здесь есть разметка литража. И примерно 17 литров спирта сырца. Спиртуозностью он получился 20%. Потому что я гнал до нуля и даже больше. То есть мне нужно было в любом случае отобрать какое-то более внятное количество спирта сырца. Потому что перегонять, конечно, второй раз я уже буду не на парогенераторе, а на тене. То есть нужно будет оставлять еще какой-то кубовый остаток. Давайте заглянем в куб, посмотрим какой остаток барды. Вот видите, порядка 20 литров в плюсе. Перегон у меня длился примерно 2 часа. Каждый час парогенератор испарял 10 литров. За 2 часа он испарил 20 литров. Ну вот как я вам уже сказал, какая-то часть, конечно, этой воды, которую испарял, он попала мне в отбор. Ну а остальная вот конденсировалась в виде остатков кубе. Не существует какого-то супер универсального оборудования и для ректификации, и для дистилляции, и для перегонки жидких брак, и для перегонки густых брак. Для каждого процесса есть свое собственное оборудование, используйте его по назначению, и тогда у вас никогда и ничего не подгорит. Сейчас третья часть видео про кукурузный самогон, и в этой части я буду заниматься второй дробной перегонкой. И здесь мне будет очень важно, во-первых, хорошенечко очистить дистиллят, а во-вторых, не потерять ароматику. Возможно ли это? Да, возможно. Нужно только найти баланс. Как этот баланс найти, я вам покажу и расскажу. Вот они 17 литров 20% спирта сырца, который я получил из браги, из кукурузы. Видите, здесь написано «ферменты», то есть брага была у меня на ферментах. Я вам сказал, что я хочу максимально очистить дистиллят. Но вы сами понимаете, если дистиллят максимально очистить, то, естественно, это уже будет не дистиллят, это будет уже какой-то недоректификат, и особой ароматики там не будет. Но я имел в виду то, что я хочу качественно отобрать из этого дистиллята головы. Поможет мне в этом дом спирт-2. Куб. В кубе у меня стоит 6-киловаттный тен. Сейчас залью спирт-церец и соберу головную часть. Что у меня будет стоять над крышкой куба, я вам покажу и расскажу. Для чего все это? Давайте покажу вам, какую конфигурацию оборудования я собрал. На куб я поставил тарельчатую колонну, две секции. Первая секция 6 этажей, медные тарелки. И вторая секция 12 этажей, тарелки из нержавейки. Поставил дефлегматор с узлом отбора. Это кран, кожухотрубный доохладитель. Видите, уже настроил емкость для отбора голов. И сейчас я буду действовать так, как если бы я собирался произвести ректификат. То есть дам кубу нагреться. После того стабилизирую колонну. Как это все правильно сделать, я вам расскажу и покажу. Ну, а дальше я буду отбирать покапельно головы и подголовья. Вот после того, как я отберу головы и подголовья, я остановлю погон, разберу это оборудование. И соберу следующую конфигурацию для того, чтобы отбирать тело. Да, кстати, не сказал вам этот термометр. Дефлегматор показывает температуру вот здесь, в верхней точке дефлегматора. Поэтому термометру очень легко и просто настраивать расход воды. Как это сделать, я вам тоже немножечко попозже покажу. Куб у меня уже разогрелся. Как видите, на верхних тарелочках идет активный барботаж. Сейчас барботаж будет потихонечку опускаться вниз. И нужно будет посмотреть, чтобы барботаж на всех тарелочках был одинаковый. Вот видите, пока что на нижних тарелочках кипение еле-еле видно. Некоторые делают такую классическую ошибку. Они видят на верхних тарелочках барботаж и начинаются уже уменьшать мощность. Напомню, что колонна Домспирт нормально работает на 3 кВт. То есть 3 кВт это ее нормальная рабочая мощность. Поэтому после разогрева куба, как только начинается барботаж, включаете 3 кВт и ждете, пока барботаж не выровнится по всей колонне. То есть не нужно играть с мощностью. Все. Мы просто ждем. На это обычно уходит 15-20 минут. Через 15-20 минут вы подходите к колонне, смотрите. Барботаж на всех тарелочках выровнялся. И значит можно начинать покапельный отбор голов. Так, я вам еще обещал показать, как с помощью вот этого термоконтроллера настроить расход воды. Здесь все очень просто. Давайте, во-первых, покажу вам схему подключения. Стоит игольчатый кран на входе. Вход в кожухотрубный холодильник. Дальше вода поднимается вверх по кожухотрубному холодильнику. Переходит в дефлегматор, в спираль дефлегматора. То есть по спирали вода опускается вниз. По прямой трубке она поднимается и отводится уже непосредственно в канализацию. Ну а теперь непосредственно насчет настройки. Термоконтроллер отслеживает температуру, как я уже сказал, в верхней точке. И поэтому вы, руководствуясь его показанием, просто включаете больше или меньше воды. Нужно добиться того, чтобы температура была в районе 35-40 градусов. Выше 40 градусов температуру поднимать в верхней точке не стоит, потому что начнут прорываться опоры. Ниже 35 тоже не имеет смысла, потому что это будет свидетельствовать о том, что вы просто-напросто льете воду. Напрасно. Итак, краном игольчатым добивайтесь, чтобы здесь была температура 35-40. Все. Все очень просто. Во время перегонки я не сливаю воду из холодильника в канализацию. Я ее сливаю в 200-литровую бочку. Ну и, как вы догадались, здесь я буду ставить очередную брагу. То есть, очень удобно. Пока идет перегонка, наполняется бочка, открываете сахар, растворяете его и ставите брагу. Прошло у меня уже 20 минут. Давайте посмотрим, что там на тарелочках. Важно, чтобы барботаж не забрасывался на верхнюю тарелочку. Иначе полноценного переоспарения не получится. Вот видите, на всех тарелочках барботаж равномерный. Температуру настроил я 35,2. То есть, вот такая температура сейчас у меня устаканилась в верхней точке. И пора начинать отбор голов. Сейчас с помощью крана отрегулирую и потом покажу вам, какая у меня капля. Вот такой каплей я настроил отбор голов. Отобрать мне нужно будет по калькулятору 100 миллилитров. И после этого емкость я поменяю, отберу еще 250 миллилитров голов. Это все по калькулятору на самом деле может быть немножечко больше голов и подголой. То есть, здесь нужно ориентироваться в основном на свой нос. То есть, когда отбираете головы, ну вот уже после того, как отберете нужный объем по калькулятору, нужно обязательно их понюхать. Если вы чувствуете, что это до сих пор идет такой лютый ацетон, то нужно продолжить отбор голов. Еще какое-то количество отобрать. Иногда это нужно отобрать в 2, а то и в 3 раза больше. Недавно я делал банановый шнапс. И вот там получилось, что подголовье мне пришлось вместо 200 миллилитров отбирать 400. То есть, при отборе подголовья я точно так же нюхал это все дело. И успокоился только когда, когда мне все абсолютно понравилось. Когда я не чувствовал, уже в готовом, не чувствовал, ну никакой постороннего фона. Давайте посмотрим, как у меня идет отбор голов. Голов непосредственно здесь я отобрал примерно 120-130 миллилитров. Подголовье я здесь отобрал 300 миллилитров. Сейчас понюхал. Мне все понравилось. То есть, никакого стонистого фона я не чувствую в этих головах. И поэтому нужно закрыть кран. Дальше выключить нагрев. Перекрыть воду и разобрать вот это оборудование. Ну а что я дальше соберу, покажу вам. Итак, как вы поняли, я собрал самый обычный подстил. Единственное, что установил на куб еще дополнительно шестиэтажную медную колонну. Трубный разворот. Ну а дальше холодильники. По калькулятору мне нужно отобрать 2,5 литра. Отбирать я буду до 50% струе. Ну и вот самое главное сейчас для меня, никуда не отходить. И когда я примерно там отберу литра 2, нужно будет время от времени замерять спиртуозность, чтобы не прошляпить вот эту спиртуозность. Ну что ж, по результатам я вам потом все покажу, что у меня получилось. Давайте покажу, что у меня по итогу получилось. Давайте сначала по спиртуозности. Спиртуозность получилось 60. Вот видите, как раз на отметочке 60 стоит. Здесь температура 20, то есть никакой коррекции не требуется. Ну и вот столечко в трехлитровой банке. Ну то есть 2,5 литра здесь железно есть. То есть результат неплохой. К тому же понюхал я вот этот продукт. Очень такой приятный какой-то сладковатый запах. Ну и естественно осталось его развести и подегустировать. Развел до 40%. Конечно же нужно дать продукту хорошенечко отдохнуть. Но я решил, что для вас я его продегустирую и в таком виде. Запах очень приятный. Ни в какое сравнение не идет вот с тем банановым самогоном, который я готовил буквально недавно. Слушайте, вот такой зачетный напиток. Его в принципе можно даже не закусывать. Ну во всяком случае после первой. А пока брать самогонщики. На этом все как всегда. Ни голов и ни хвостов, чтобы не было на сцене. Всем бобра и пока. Субтитры сделал DimaTorzok